Господи Иисусе Христе Среди Божий, по Нему не грешно. И знаете, Тихонович, вот когда читает человек Псалтырь, когда читает Псалтырь, то находит там такие слова, в частности, Псалом 33. Много скорби у нечестивого, с одной стороны, и много скорби у праведного. Но если написано, что у праведного, если много скорби, то Господь избавит их от них. Но как по жизни получается? Много скорби у нечестивого, это по делам. А вот еще много скорби и у праведного. Возникает вопрос, за что? И утешение, что Господь избавит их, Господь избавит праведника от этих скорбей, даже если они попущены Богом. Вот казалось бы, люди по отношению к Богу не равные, нечестивые и праведные. Но у всех у них скорби. Минуту, я увидал палец, 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 палец. Иди сюда. Я надо приучить ее в руках. Давай, посиди маленьки. Тут надо понимать, что человек дуалистичен. У него тело и душа. Ну, допустим, сказать, со стороны посмотреть, к примеру, здесь Сергей Козлов. Полностью недвижен. Это сколько печали. А он радостен. Он знает цель жизни и парализованный во имя Иисуса Христа. Это слава Божией. Это он сам написал. У нечестивого не так. Самая маленькая неприятность, он теряется. Вот два брата. Пример из жизни. Один верующий, другой неверующий. Ну, верующие, как только, живут в деревне. Оба. Недалеко от города. Как только в воскресенье, им дают воду на полив. Арык. Гру это. Киргизия. Он едет молиться, а этот поливает. Ну, ясно дело, что раз полив, у него и урожай лучше. И все. Ребю оба их сыновья, и они на кого возрасты. Интересно так. Ну, а этот над ним подсмирился. А тот проездил по своим воскресеньям-то, по церкви-то. А урожай-то у тебя хуже моего. Он говорит, а я знаю, что в воскресенье еще и другое будет. А этот веселый такой мужик. Всегда этот неверующий. Машина, все есть. И случилось так, что в один день оба пацана погибли. Машина. И вот теперь все по-другому выглядит. Этот был в городе, и мы сказали. Там, болезнь-то погибли, ребята, думаю. А как получилось? Он расспросил им. Ну, Бог дал, Бог взял. Какие? А у этого, он на него все вставил. Он на олимпиадах по математике, физике. Везде первый был. И он, конечно, отец радовался. Как говорят, гордился таким сыном. Шестой или седьмой класс где-то был. А теперь у него такое отчаяние наступило. Он готов на себя наложить руки. Много скорби у праведников. Это скорбь потерять сына. Но от них избавит его Господь. Избавляет обещание будущих благ. Так, я его взял. Господь отвечает при мудрости Соломона, чтобы ум его не развратился, и он восхищен из среды их. В Библии написано, найден, говорит, их достойный, как праведный, только один человек, и Господь его взял из этой жизни. По-мирски судить, он самый несчастный, и не жил, а уже отжил. Так что, когда говорил Давид, мы должны понимать, что Давид был глубоко верующий человек. Он понимал, что воскресенье, как брат говорит, будет другое воскресенье. Он согрешал, он падал, но он надеялся на милость Божию и верил в это. И не щадил сам себя. Для Бога это все делал. В каких смертельных катавасиях он был. И когда мы считаем Солмы, мы должны всегда это брать в виду. Праведники смотрели за черту смерти. Не верующий ничего не видит. Это я считал, вроде бы, у Остафьева Виктора Петровича. Об этом говорит так же. Девчонки шли из школы, и пьяный шофер вловился на тротуар и задавил. И задавил его дочь, которая прекрасна была. Он говорит, ну почему не эту конопатую Ирку? Она надоела, все, знаешь ли они попутно живут рядом. Я его убью, он гонялся, а он на островок убежал, этот шофер-то, задавивший-то. И ждал, когда милиция придет, чтобы сдать себя в руки. Вот как. Как дело обстоит. Поэтому, когда мы об этом считаем, это надо понимать к тому, что Давид говорил от своего опыта. Как я за каждое слово хвататься не надо. Он видел. Я, говорит, прожил жизнь и не видел праведника, оставленного. И потомков его, просящими хлеба. Он не видел, а я видел. Он говорит о себе. В той обстановке, в которой он жил. Тогда было все у тебя. У него был свой колодец и прочее. Он не видел, потому что правильно еще натрудился. Нет у него вот столько. А ты, вот у тебя нет там детей, а кто тебя под старость будет допаивать, докармливать. А смотришь, когда ты как раз, а у кого Златоуста, кто его допаивал, докармливал. Павла кто? Ни у кого детей не было. А у которого дети были, у меня на работе я был, Пальталя, просто, фамилия его. Сына. И говорит, кто бы убил моего сына. Жития никакого нет. А однажды, чтобы кто-то убил его. Наконец он, первый сын, за бутылкой пошел по стреле крана. Сказали, бутылку вот этим разбился. А второй вот так. А до этого рассказывал, как он блудел. Родились сына и я. Я для государства сделал хорошее. Они были вдовы, теперь дети есть. А теперь ничего не надо. И сколько его нельзя. Он каждый день приходит, он его бьет, вытаскивает, душит из него. Вот и все. То есть мы видим по жизни, что праведник, где бы он ни был, он всегда радостный. Я скажу о себе конкретно. Вот я нахожусь в тяжелом месте, лагерь смерти, можно сказать, называем. И все говорят, а почему ты радуешься? Понимаешь как? Вот у меня не с чем урадоваться. Я каждый день считаю. Это мне в копилку Господь ложит. Как Фил был такой, у него прозвище было плачливое. Плакал. Плакал и связинки собирал. А ангел явился и говорит, а у Бога больше. У тебя один сосуд, а у Бога уже два. Так что ты не гордись этим. Плакал. Так что Бог считает. Я был там, мне было трудно, я радовался. А теперь здесь приходят, а почему ты радостный. Вот у нас соседнее село, и он там председателем у них был наш Потеряевский. А дочка ему и говорит, а то он передает. И говорит, папа, у нас ну все есть. Потеряюсь, с кем поедем. У них ничего нету. Первые годы были. Они всегда радостные, а у нас радости никакой нет. Почему? А это по-устовски подметил. Как сын. Говорит отцу. Почему ты все время мрачнеешь, темнеешь. Такое есть. А мама все время веселее и радостнее. У мамы впереди встреча с Господом. Каждый день приближает. Мы ближе к спасению. Павел говорит, чем когда умирали. А у меня кроме могилы, лопуха на могиле ничего нет. Я не верю в Бога. Никакого Бога нет. А сына-то подметил. Давид это все и показывает. Вот ответ. И вот еще есть такое выражение в Библии. У Господа люди, как сосуды. Одни для почетного потребления, а другие нет для почетного. Для низкого. Для низкого потребления. Вот какова роль самого человека в том, чтобы быть сосудом для почетного потребления, с одной стороны. А с другой стороны, оказаться сосудом для низкого потребления, с одной стороны. И второе. Господь тоже сам определяет, кем тебе быть. Сосудом для чистого или сосудом для низкого потребления. Не связано ли это сейчас и с тем, что дети, как написано в Библии, страдают за грехи родителей, до третьего, четвертого колена. Не связано ли это и с этим обстоятельством, что человек за грехи своего рода будет страдать. Рода того, что станет сосудом для низкого потребления. Ведь известно, что дети блудниц в иеревском народе, они не входили в общество, их отвергали. То есть они были как отверженными, как сосудами для низкого потребления. И с ними не считались. То есть все-таки сказывалась греховность родителей на детях. Ну, стойкие низкие. Вот, допустим, люди новогоднюю елку ставят. Я против, чтобы не убили деревья. Но украшает вертухом звезда. Бывает и внизу светильник. Вот я сравниваю свою жизнь, допустим, с жизнью Геннадия Пастова. Это звезда на самой вершине. Игорь Геннадий Паста и Югей. Магистер Богословия. Люди в руку целуют, приходят. А я санизатор. Я нечистоты вывожу. Я на самом низу социальной лестницы. Я так думаю, я сосуд нечистого потребления. Оно без ночного горшка. Вот мне сегодня я пять раз только ночью поднимался. Пять раз чуть-чуть засудился и уже все. А другому нужны... Вот я сосуд именно на ночной горшок. Меня бьют, меня давят. Вот другое. Но это мое место. Бог избрал. В Доме Божьем. В Доме Божьем бывает для чистого и нечистого. И сказать нам нужно, где-то чистая вода или нечистая не надо. А сейчас дождь... Ну, раньше этой канализации не было, горшок ночной. То мне это более всего нужно. И ко мне обращаются намного даже больше по количеству людей с большими нуждами, чем к тому, кто на горшине горе светит. Бог так устроил. А я это принимаю. Я мог бы быть не таким. То есть, при должности закончить мореходное училище, плавал бы давно, ну, капитан на телесе был бы. Ну, не в забудке сидел бы. Любой скажет. Но, однако, когда мы вместе три брата учились на священника, мне решено было, когда мы закончили курс у Александра Пьевого Варна, уже договорились, созвонились, мне тайно полагать будут в Домовой Церкви. Ехать к Омскому Максиму. Там сестра его, у этого, у отца Александра Пьевого Варна, сшила подрядчик. Я его приверил. В ночь выезжать уже, кажется, билет в руки. Я остановился. Нет, это не мое. Быть с чистым употреблением не мое. Я на низу, на самом низу. Я знаю, с кем, с преступниками, с заключенными. В тюрьме идут туда, куда никого не пропустят. И когда мы сидели за столом, тут епископы, митрополит. И митрополит говорит, Виталий, в США, в Синод, все-таки вам надо рукоположиться. Меня отсюда здесь захватил вениамин, в Черноморске, чтобы я в Америку поехал уже священником. В Москве, сейчас, мы сегодня вас рукоположим. Нет, это не мое. Я кое-как отбился. Когда я ему стал рассказывать, где я бываю, митрополит Виталий посидел и говорит, пожалуй, правы вы. Кое-где вам вход закроется. Тем более, когда человек в одежде, многое от него скрывает, это священник. А я один из них, вот он, я весь как есть. И поэтому со мной вот эти низы, люди, которые внизу, они разговаривают, как я из них среды. Я в такой же каторжи. Они мне доверяются, заключенные, иду по камерам, встречаюсь, беседуюсь с милицией. У меня большие беседы с ними были. Пять отделов вел беседы. Они же, там, какие месячные, городской и краевой УВД. Они на меня смотрят, как одного из тех, с которыми можно разговаривать, не опасаясь. Вот, понятно, я сосуд в низком потреблении, в низком. Низкий – это в непочетном. Ну, ты же могу, вы, другим, ну, чего ты застрял, как говорится, засох на этом. У тебя продвижение-то, карьеры-то никакой нет. Мне как раз, вот представь лагерь, пошли в Икей, ну, что там, сейчас бы дождь, и там бы, а обслуга там и находится, до самого снега. А сейчас через дорогу перешли, как? Ударили нас, мы покатились и закатились вот сюда. Сравнивать не надо, кухня уходит, даже ни с чем, никакого сравнения нет. А там выйти некуда было. Вот. И вот в этом низком употреблении, в таком детском лагере, там, там, смотри, ищи так, как прет из всех углов. А мы счастливые и радостные, нам нужны никакой нет. Я эти псалмы читаю и применяю к себе. Для меня Бог назначил определенную ячейку. И Он меня там искать будет. Не на высоте где-то. Как мне в одной ретарции говорят, вот вы говорили о крещении, а сейчас купели везде строек. Значит, дальше пишет в газете, версия Лапкина о крещении оказалась правильной версией. Я им говорил, этот сатанинский коммунистический режим рухнет. Другая розета пишет. Благодаря таким, как Лапкин подтачивали с устои тоталитарного режима, и он рухнул. Благодаря, как это похвала. Но как я подтачивал? Я говорил правду. Этот режим боится обличение. Он обличен, вот как старое обрящество. Они в свой адрес, или вот патриархи, в свой адрес они не принимают ничего. Это обреченные люди. Ни фашизм не принимал. А в мой адрес каждый день меня клеймят, там, помосят, целые фильмы ставят. Это мое. БК. Чем больше грн, тем шкура толще. И это я в низком употреблении, в самом низком. Любой священник плюет на меня. Но я в низком-то в его глазах, в своем, я понимаю, это высокое служение. Нищим обмывать раны. Выгребать из-под них, из-под парализованных. Я с ними вожусь. А это принявши его, принял меня, говорит Христос. Я смотрю глубже за этим. И поэтому, ну, кто бы он ни был. Если я знаю, что не со зла, проверяю, остерегаюсь. Ну, а потом дальше. Перед вами мы открыты, как есть, уже ничего нет. Придет время, вам завидовать многие будут, что вы были здесь. Будут смотреть, как мы беседовали. Геннадий Тихонович, это так Господь управляет. Я все-таки имею возможность поехать куда-то на курорт, дом отдыха, где-то там позагорать. И все-таки еду из этого Угледара, Донецкой области, из-за, за 3-9 земель, чтобы физически потрудить, на свежем воздухе с братьями побыть. Вот отчего такая стремление у человека, почему так у человека душа стремится к общению с богоподобными людьми? Не с теми обыкновенными, которых они пурят, и пьют, и фильмы смотрят разные. То есть, ведут такую светскую жизнь. Общаться с людьми, которым чужды эти светские развлечения. Которые знают, что самое главное, это трудиться на благо, так сказать, семьи, общины. Иметь разговоры с людьми такого же самого склада, не поддаваясь всевозможным развратам и влияниям мира сего. Вот так вот побыть в среде, которая, кстати, близко к, ну скажем так, монастырской, с одной стороны, а с другой стороны, не отягощена теми запретами, которые там царят. Вот возьмите, я тому, что говорил. Вот вы утром встаете, как, я не знаю, в галстуке едет, поправили, застегнулись, идете, вас клиенты ждут. Так? Вот так оно работает. Так, мы с вами разные. Вы сосуд в почетном употреблении. А я утром встал, вот такой, как и есть. И опять, с утра до вечера, так, сжаюсь с трактористом, здесь, на самом низу, ниже меня ничего нету, на дорогах, камни таскаю, грязи, и это моя вся жизнь прошла в этом. Я знаю, спорю, а почему вы говорите, там так тянется раствор душ, духовное? И, ну, птица слетается подобным себе, играя грачу голубь голубью, голубь никогда с грачом не будет, а истина обращается к тем, кто упражняется. Все, вот я сегодня встал, как всегда, пораньше, почти проспал, встал пол пятого, а уже через 10 минут Никита звонит, спаси его, Христос. Вот. И сразу в интернет. Благослови Господи. Дальше. Я должен все закончить, ответить. Ролик событий дня. На молитву у меня совсем мало времени здесь уходит. А я, когда работаю, я молюсь. Все время благодарю Богу. Кошку упускаю, молюсь, запускаю, молюсь. Определенно. Вот только проговорил кошка, а вот она и подошла. Но она пришла сюда вот так. Давай, побудем здесь маленький. Так, каждому свое. И поэтому мы тянемся не по специальности, ты поехал не к юристу, а там, где можно почерпнуть, где есть колодец. А уж какой колодец? Такой, который надо очистить или... А то же Бог определит. Видит. Но так как каждый день я себя чищу, нигде не давая себе какой-то льготы, то есть, естественно, Господь мне и дает людей таких. Вчера настолько интересные были вбросы. Мне особенно понравилось. А они говорят, мы вот смотрим сейчас вас там, Юра, вы из Америки. Смотрим за ноябрь 15-го года. А я дредил и дредил и искал, кто мне помогал. Список дал. И там Надежда Савинсова, Муха, она где-то смогла найти. Я почти всех нашел. Двух человек я нашел. Но знаю, что они как бы опасаются встречи. А по этим директорам поехал с книгами. И она об этом пишет. Они как малые дети. Как они рады этой встрече были. Они не знают, куда вас усадить. Они... Ну... Это все видно. И раз вы на нас выходите, я сделал просто стихотворение. Другая, как я, около 10 лет, моя знакома в моем мире. Виртуальные друзья приходят, уходят, не запоминаются. Вы сразу запомнились. И вот теперь от вас опять и... Ну и укутывайтесь от знамя любви, как и стихотворение у меня строчку взяла. И чтобы и вас все равно узнают, и от вас и профиль. Вот все наши дети были. Около пяти. И все положительные отзывы. Я смотрю на все проще. Не о благе Родины, не о благе человека. Вот так я делаю ему добро, чтобы ему было хорошо. Я не ставлю так вопросом. Я просто живу. Это моя жизнь. Моя прошлая жизнь, она настолько уже вошла в меня, я по-другому не могу. Я... Ну, просто никак не получится. Вот я заметил там у моего там близкого знакомого, сын. В интернете на него пожаловались. Сказал, почему на меня вышли? Почему именно Иль Затонов? Вот у него такой ролик есть там, нехороший. Один раз, другой. Я тогда поехал к отцу и переговорил. Понимаете? На меня идут со всех сторон. Побеседуйте, помолитесь, расскажите, ответьте, примите, запомните. Просьба за просьбой. Просмотрите вот этот ролик, дайте свое резюме. Вот вы дивергент посмотрели и дали подробное рассмотрение. А не могли бы матрицу рассмотреть? Да века нам не нужна. Андрей Юкураев рассмотрел уже. То есть я просто живу. Я живу этим. Вот я встаю рано. А почему рано? Ну, успеть все сделать. Успеть помолиться, поблагодарить Бога. Ответить на вопросы, и люди ждут ответ. Иногда бывает, я ответ даю не сразу, я предупреждаю, ответа пока нету, ждите. Я ответ молюсь, у Бога выпрашиваю ответ. Бывает, влесен, другой ответа нет. А у меня память на это. Должен помнить. Меня ждут. И вот со всех сторон, когда я смотрю, я просто не думаю, что мы думали сейчас, а думать колодец, они будут пить. Ну, нужен ли я здесь? Я работаю, я таскаю эту глину грязь. Вот. А другой бывает, он именно приценивается, смотрит. Я ему сделаю добро, а как он, а от него. У меня вообще этого нет. Я этого не понимаю. Как я не понимаю денег. Вот сейчас бы пришел, а у меня кубометр долларов лежит. Ну, конечно, обменял бы, и сразу же заказал, купил Игорю комбайн новый. Игорь. Какой-нибудь полезен. Белорусский. Вот. То есть у меня есть принципы дальше. Продолжить. Учителям построить, дать зарплату раза в три больше. Ну, и проще какое-то рассматриваться. А думать, что какое-то там ответное будет такое, мне сделают. Я этого не знаю. Просто, я знаю, что надо быть твердым в слове своем. Сказал да, у верующих? Да, значит, да. У меня купленная квартира около церкви, принимать сторонников, которые в церковь приехали. А теперь церковь все понастроили, не нужно. И этот домик под снос пошел. Я сказал, если за квартиру теперь нужно найти и покупателя, а то, если будет кто-то строит, то я отдам какому-то. А кому я сказал, отдам, он сделался врагом за это время. Враг. Мне говорят, ну, теперь ты уж ясно. Я говорю, нет, не ясно. Для вас, а для меня ясно. Как только продали, хлопотала жена, я говорю, ты отстегни себе то, что ты истратила, ходила там по разному начальству. И вот там эти смотрели, они там приезжали, глядели, геодезисты. Это твои деньги истраченные. А дом мой, квартира моя, я эти деньги сразу же передал тому, который стал врагом. И он перестал враждовать. А я и об этом не думал. Я делал это ради самого себя. Я обещал. Я ему сказал вслух. Другие об этом знают. Вопросов вообще нет. И поэтому, если мне деньги дают, у меня задача не потратить на себя ни рубля, ни цента. Ни одного. А мне деньги идут. Моя задача сэкономить. Сэкономить и употребить на нуждающихся. Я об этом тоже не думаю. У меня тяги к этому нет. Я их не понимаю. Я знаю, что надо иметь. А откуда я не знаю. Вот они, ребята, работают бесплатно. Теперь моя забота как не бывает, что что-то от тех, кто приезжает, жертвует это. Осень придет, там уже что-то. И как. Вот во всем этом, когда смотришь, тогда и Господь дает эти откровения. Он знает, что я не на себя потрачу. Я узнал эту истину, я стараюсь занести на другого. Когда я писал книги, а я люблю купаться, я года 4 не купался или 5. На косер даже не ходил пятничный. У меня времени не было. У меня все было супер сжато, коллапсом буквально. Но за 9 лет 38 томов. Понимаю, что один из них вы держите на руках. вот так. У меня желание иметь все эти тома. 38 в этой бумажной варианте, а еще 3 вышли так. Еще 4 тома стихов. Это все в интернете. Просто стоит задача, я молюсь, прошу. Я как будто не по вопросу отвечаю, а именно в этом. И поэтому я все рассматриваю с двух сторон. Каждый день считаю последним. И доказываю. Если даже я один в комнате, как лучше ко мне проникнуть, узнать было. Показываю, где какая. доска отрывается. Куда проникнуть может. Через какую трубу пролезти. Вот так. Поэтому мою жизнь рассматривать по тому, как люди привыкли, они ошибаются. Потому что везде какая-то выгода. И они не будут понять, у тебя поехал по всему свету специально приобрести машину по всем странам, ночевать неизвестно где. И работать, работать. 50 лет я копил материал сюда. Все вложили в 9 лет и бесплатно раздать. И бесплатно развести. В мировой практике этого не было. Не было. И думаю, что не будет. А почему так думаете? Биография не та. Я еду в этой машине. Меня там везут. Такая машина Бобик называется. Вот. ГАЗ-69 я только вышел, а мужики сидят у которой. О! Солженицына к нам привезли. Какое-то сходство есть. И в Бягово и сходство есть. Только у меня тюрьма и там это и что там психиатрия, а у него фронт. Дальше у него идет свое не сходится. Ну, в маленькие детальки сходится, но у меня есть то, что у него не сходится. Он пишет книги как автор совершенно неверующий. Цепка в памяти хватает и в круге первым пишет. А у меня другое. Каждое стихотворение все направлено, все на одной строчке к небу. К небу. А он заботился о том, чтобы сбережение народа, больше народа было. Хорошая цель. Правсоюзы работали, а мне они хоть кто-нибудь. Поэтому мы тут не сходимся. в чем-то, да, и поэтому даже, значит, сходство какое-то люди находят. А что от него взяли? Взял открытость в борьбу с коммунистическим режимом. Что теперь он меня вооружил. Входя в тюрьму, скажи, я пришел умереть, и сдохла собака. Они со мной ничего не сделают. Что ты меня пугаешь, как на допросе сидит Абакумова? Один зэк разговаривает. Видели, нет? Может и видел, но не помню. Ладно, если в круге первого зэк сидит, он говорит, а меня чем пугать? Вас пугают Сталин-то. Вы его боитесь, стоящего у меня все отняли. 25 лет на вентиле. У меня нет ничего, вот все, платочек один только. Все мое имущество. Вот я гляжу на это и применяю к себе. Это я. Даже если у меня где-то отдельно что-то есть, я его своими считаю. Я наказываю одному другому человеку, подписал завещание, как распорядиться. Я очень не люблю, когда я прибил что-то, допустим, ну вот я делал нары здесь, или как, постели такие, кто-то ломать будет. Ужасно не люблю. И наказываю ничего не переначивать. Ничего не ломать. Вот это на ком это есть живи. А я хочу лучше сделать. запрещаю. Я из гроба пальцем погрожу неделю. Почему? Я тратил время. Ты мое время уничтожаешь. Так я лучше сделаю. Лучше не надо. Воспользуйся этим. У меня везде на этаже. Вот зайдете здесь, я покажу уже три этажа. В городе три этажа везде. Косей принимает три этажа. Комната маленькая, затаренная под завязку. 12,8 квадратных метров. 12. И у меня ночует 11 человек и один на полу не лежит. Вот такая практика была у ныне покойного Схи Архматрита Зосимы. Очень уважаемый в Донецкой области за пределами человека. Это тот человек, которому я пришел к вере, увидев его искреннее желание и искреннюю молитву. Да. Хорошо. Что еще у вас? Ну у меня конечно вопросы все меньше и меньше возникает после того, как я просматриваю видеоролики, общаюсь с вами. Ну еще такой вопрос. Вот Господь пришел не для того, чтобы дать мир, а чтобы разделить его. Свекровь против невестки, сын против отца. Вот как понимать такое разделение? У меня в какое-то время тоже сбылось. Допустим, моя жена не хочет, чтобы я общался с вами. С одной стороны. А с другой стороны, она сделала все, чтобы эта поездка состоялась. Понимаете, как получается? Может быть, она устала от вас, чтобы отдохнуть? Нет, она ждет меня с нетерпением. и беспокоится, конечно. Я надеждой, мать? Я зовут она по-татарски Румия, а по крещению она Раиса. А, Раиса. Да, мы ее в церкви обливали как бы люботой, да, оно такое крещение. И вам передает низкий поклон один мой знакомый священник, который меня крестил трехкратным погружением. Передает низкий поклон. Вас уважаем. Но другие священники, вы об этом знаете, вы относятся очень остороженно, потому что они не поступают по канонам и, видя это причение, не исправляются, а наоборот, как бы сказать, ожесточаются. И один из таких людей перестал со мной вообще общаться с под контактой. Вопрос в чем? Вопрос в том, что ваша личность, она тоже, как Господь, разделяет людей. Разделяет революция разделяет, красное и белое. Многое что разделяет, но все это временное. Господь сказал свое мучение. Кто меня примет, другие, да кого ты поверил, плотнику с на завете, да кто он такой, да, и все. Вот есть фильм такой, покаяние, так кажется, так, покаяние, или искупление, искупление, да, вот, для игре постарый, видели? Ну, я, он короткий, или еврей, еврей, как он уверовал в семье, а давин бывший, и дальше возвращается, а все против. Но склоняются уже ближе, надо посмотреть вопросы, это искупление, очень сильно поставленные, ну, 45 минут, кажется, как документальные. Это надо увидеть, какая идет борьба, как он свидетельствует, как враждебные, не хотят слушать, не хотят принимать, все разделено, а отец их посылает, и отец желает видеть вас, а он их спрашивает, когда они пришли к нему, проповедовал где-то в другом месте. отец сказал, а заповедь гласит слушаться отца, и мы пришли у обоих в семьи, здоровые уже дядьки, и такое послушание, евреи, навыка, ты не говори о Саишуа, об Юшуа не говори, это обман, он не является мистерием, ты искажаешь Слово Божие, ты предал вас, он говорит, я ничего не предавал, в нем говорится в Ветхом Завете, я учил это, он закончил, там, академию, семинарию, по-еврейски сказать, учился, и вот это вы все можете увидеть, и поэтому, ну, что на это сказать, Господь каждому назначил путь, и Он придет меня искать там, где я должен быть, искать меня среди адвокатов, юристов, среди смещенников не будет, он будет меня искать в этой нижайшей ячейке, мне это говорили даже эти журналисты, вот видите, вот ваша такая ячейка, никто туда больше не лезет, что так открыто говорить, идете в редакции, в компартии, обличаете всех, и говорите, и призываете, ведете занятия, буквально по всему городу, везде, почему даже московское КГБ думало, в Сибири работали несколько отделов, а когда до дела дошло, рисковать один человек, они не могли понять, как это можно, а я не один, с Богом, я с Богом, и у меня все время рядом друзья, клеить надо там, привезти, отвезти, это все люди помогают, я беру только основную работу, где требуется мозговой центр, вот и все, то есть, а небольшие коррекции туда вношу. И я очень благодарен Богу за то, что презрел на меня и изменяет мой образ жизни, и сводит меня с людьми, которые этому помогают, и нисколько в этом не жалею, хотя испытываю на себе кое-какие нападки от бывших друзей, которые не могут смириться с тем, что у меня круг общения сводится к людям, которые стремятся к Богу, причем искренне. Вот понимаете, вы должны выйти на другой уровень, еще у вас друзья, которые против, жена против, что знаетесь, у меня этого нету. Это пройдено давным-давно это пройдено в один день. Вы долго тянете эту пуповину, отрезать надо. Все должны понять, возврата нет. до свидания. Они говорят, надеюсь, вернуть вас. А у них у всех надежда, наконец, мы его пилить будем, а он поймет и добросит, там, на меня там разные говорят, или не будешь, ты только и круг общения. Вы должны показать, возврата нет. Я избрал Бога, одного Бога, никого, кроме Бога. Все. Все остальное подчинено на этой цели. Все. Или идешь со мной, или до свидания. И мне мой опыт жизненный подсказал и указал. Там, где я проявлял слабость в выборе своем, колебался, я всегда проигрывал. Поэтому мне очень дорогие слова Господа к Иисусу Новину быть твердой и мужественной. Ну да, ну да, ты просчитал, но на деле это надо показать. Во всем тебе дело представляет. Ты смотришь, а они тебя хотят взять в защите, их в поганом деле. Там что-то отняли. Ты сразу скажи, я христианин, защищать не могу такое дело. Вы деньги будете платить мне, но я на его стороне. Я исследовал дело, он не виновен, виновен и вы. И вам надо в этом покаяться, а не подавать в суд и не биться за квадратный метр. Вот так. Вот мы сидим в епархии. Специально по благословению епископа назначена встреча секретарь епархии. Там у меня выставлен такой ролик, где я... В конце я говорю, сейчас пять минут я говорил. Я говорю, вы хотите быть какими мы? Вы говорите, мы не можем этого уровня достигнуть. Не можем. У вас сейчас батюшки не будет, никто не поведет. Тогда надо, потому что это уровень, о чем вы будете беседовать? А я говорю, а мы, как вы, не хотим быть, мы вас опасаемся как болотные чумы. Вы все развалят, только умеете. Вы сразу торговлю будете затаскивать и прочее. Вот отец Ахим поехал, он ездит по монастырям, я против этого, у него своя голова с ним отвечать. И он пошел к архиерею к месту митрополиту Сергию и говорит, я уезжаю в отпуск, если что-то тут будет, то там умрет или что-то, вы, владыка, пошлите священника. Патриархийного. А он говорит, а кого? Он говорит, Сергия Беляева. Он уже потеряет, и не один у нас был секретарь, и мы знаем все с ним. Видите как? Мы не патриархийные. И чтобы быть патриархией, или ему вот так, вот такая-такая близость, на этом просто нет. Вот тут есть, допустим, Тихон, архиепископ, или митрополит Пасечников, или Агафаврин, Пашковский, на Украине, РПЦЗ, под разными названиями. Мы могли бы там быть, с патриархией покончить, но мы не идем на это. Почему? У них первый пункт признать безблагодатной московскую патриархию, а на это мы не идем. А вот, понимаете, мы нас открыто об этом говорим. Мы признаем и говорим, что это тяжело, больной организм, очень запущен в состоянии. Эти огневые конюши надо чистить, включить правила. Не бывало три воскресного дня допросить, в чем дело, где был, соответственно. Мощеный не признать крещеным, заново, на патриархах перекрыть, крестить их, а они не крещеные. Вот это они простить. Монаши это прямо объявить вне закона, в таком виде, как есть. Потому что они не благовестуют и запечатывают, вопреки Слову Божьем. Мона один, и быть одному хорошо, пускай будут монастыри, по подобию, как было у мученицы Елисаветы. У них сестры были, одеты по форме, все, но ни одна обед не давала. Она ухаживает за больным. Это сестра Цирицы Александра, Да, родная сестра немка. И вот, делать так. Она ухаживает за больным, и сестры милосердия. И монастырях это есть. Но ей понравилось больное, блогу оторвало, и она пришла в матушку Рисавета. А тут я вот ухаживаю сколько дней и хожу Семен один деревный. Меня зовет к себе. Узнал, что я не монашка и можно выйти замуж. Благословите. Бог благословит сестра и Жень. Вот так надо делать. Вот так делал Схеропель Зосима. Еще когда не был монастырь, а был только храм, то в этом селе Никольское находилось для престарелых. Дом престарелых. И вот церковь Батюшка Зосима приходил туда, беседовал, работал с этими людьми, которые никому не нужны, ни детям, никому, только одному государству. А когда был создан монастырь, этот дом милосердия, этот дом престарелых стал Домом Милосердия. Вот оно как. Богодельник. Богодельник это стал. И спрашивает у Батюшки Зосимы его коллеги, как он на проповеди рассказывал, зачем тебе это надо? Он говорит, вот эти бабушки меня содержали, кормили, когда я был в священниках. А теперь настало время и мне позаботиться о них. И вот такая богодельня по сей день в нашем монастыре. Туда действительно приезжают многие люди, чтобы помолиться, послушать Слово Божие. Но они проповедуют только тем, кто там находится. Ну, а в хорошие времена, довоенные времена, они готовили специально такие вот группы театральные, патриотические, которые выступали с таким православным уклоном и выступали в нашем театре в городе Угнидаре. Ну, это до войны. До войны. Теперь это, значит, деятельность, ну, прекратили. Такая ситуация тяжелая стала. Так что там, в общем-то, на правильном пути стоят. Много чего знают, рассказывают нам. Но, Слово Божие, как его проповедуете вы, как его хотелось бы слышать на русском языке, там этого нету. Мы также слушаем эти псалмы, не понимая их, слушаем послания пророков, апостолов на церковном языке славянском, тоже не понимая. И это не толкует, не разъясняется. Хотя по житию святых всегда выступают священники и вечером на богослужении и на литургии неоднократно. То есть слово это благовествуется. Но в то же время бывая в таком же монастыре в Харькове, Святопокровский мужской монастырь, я все время удивлялся, почему после богослужения священник не выступает с проповедью. Вот выступит чтец, читает что-нибудь по теме дня и все. А священник никогда. Что ж такое, думаю? Подхожу спрашиваю одного, а он говорит, ну я уже такой уставший, что я уже ничего не могу говорить. А второй сухмылка так ответил, ну что бы мы без тебя делали? Вот так вот. Ну как ответили, так ответили. Хотя на панихиде один священник выступает с проповедью, я говорю, вы один, который это делаете. А он говорит, ну я же не могу за всех, я только за себя отвечаю. А один священник, у которого спросил кое-что по Ветхому завету, ответил так, ты знаешь, я Ветхого завета не знаю. Для меня тоже, конечно, было удивление. Но священник, ты нам рассказывай об этом, мы не знаем, мы миряне, у нас другой занятий. А вы же должны учить нас этому, но там получается, что они учат, к сожалению. Вот вы ездите много везде, по монастырям, есть у нас такие особенности, я спрошу, вы такое где-то видели или нет, чтобы на аналое лежала Библия, на русском языке посреди храма, Библия целиком, где-нибудь видели, видели, как она формена, специально патриархии делались без заказов, где-то видели, чтобы лежала не просто Евангелие, а Библия, Ветхий Новый Завет, Синодальный Вызнание. Нет, Библия никогда не лежит. Второе, вот у нас такие надписи между иконами, на русском языке из Библии, храмы, иконы и надписи православный храм, где-нибудь такое видели у православных? Нигде не видели. Нигде. Дальше, у нас все еврейское считается по-русски, по-сианодальному переводу, это псалмы, Евангелие, послания по Риме, а остальное на саркомно-славянском, там остается совсем уже не так и много. Но если поется, допустим, псалм, отче наш, то поется по-саркомно-славянски, то есть мы избрали самую точную середину. Где-нибудь вы видели такое? Единственное случай, когда по-русски читалось Евангелие, это было в городе Иловайске в Донецкой области и делал это с Херкматрид Варфоломей. Это был такой старец прозорливый, к которому люди снижались. Он каждое воскресенье проводил водосвятие, эту воду пили, святую водичку. И он как раз по-русски читал это Евангелие, по-русски. Я как-то приехал и сказал об этом нашему местному священнику, что вот Варфоломей читает Евангелие во время литургии на русском языке. А он говорит, только то, что нарушение. Правда, я не сказал, какое нарушение. Но это единственный случай за всю мою жизнь, когда я видел спасал не об Евангелие, а о посланиях, о Париве в Ветхозаветном чтении и псалмы много читается, все по-русски. Такое встречали где? Такого я тоже нигде не встречал. А мы это постепенно вводили и все у нас есть. Дальше идти нельзя. Были такие, давайте алтар, вытащим престол, был один тут священник выехал. Мы определили где четко, а архиерей тоже опасался, три года запрещал нам говорить о русском языке. Три года кончилось, 27 мая пришло, мы стали, а теперь он сам переводит за упокоенный молитв русский язык и читает по-русски. И когда приезжает митрополит, то, что я назвал вот этой надписью, что Библия лежит, что священник выходит из алтаря лицом к народу и читает спиной. Такое часто встречается? Я очень редко встречал, чтобы священник читал священное писание лицом к народу. Выйди из алтаря, я добавляю выменение и расслышьте. Вышел из алтаря и считал. Из алтаря чтобы вышел. Не выходит. Ну, а тут все. А мы ничего особенного не сделали, нигде никакой колонии нарушили. Все на сегодня. Спасибо Христос. Аллилуйя. Субтитры Продолжение следует...